Часть третья. Торжественная порка. Глава первая. По Венгрии. Наконец наступил момент, когда всех распихали по вагонам из расчета 42 человека и 8 лошадей. У лошади, разумеется, ехали с большими удобствами, так как могли спать стоя. Впрочем, это не имело ровно никакого значения. Воинский поезд вез новую партию людей в Галицию на убой. И все же, когда поезд тронулся, эти создания почувствовали некоторое облегчение. Теперь хоть что-то определилось. До этого же момента была лишь мучительная неизвестность, паника и бесконечные волнения, когда отправят сегодня, завтра или послезавтра. Многие испытывали чувство приговоренных к смерти со страхом, ожидающих прихода палача. Но вот палач пришел, и наступает успокоение. Наконец-то все кончится. Вероятно, поэтому один солдат орал точно помешанно, «Едем! Едем!» Старший писарь Ванек был, безусловно, прав, когда говорил Швейку, что торопиться нечего. Прошло несколько дней, прежде чем солдаты разместились по вагонам, и все время не прекращались разговоры о консервах. Умудренный опытом Ванек заявил, что это фантазия, какие там консервы. Полевая обедня, это еще куда не шло. Ведь то же самое было с предыдущей маршевой ротой. Когда есть консервы, полевая обедня отпадает. В противном случае полевая обедня служит возмещением за консервы. И правда, вместо мясных консервов появился оберфельдкурат Ибл, который единым махом троих побивахом. Он отслужил полевую обедню сразу для трех маршевых батальонов. Два из них он благословил на Сербию, а один — на Россию. При этом он произнес вдохновенную речь, материал для которой, как это нетрудно было заметить, был почерпнут из военных календарей. Речь настолько взволновала всех, что по дороге в Мошен Швейк, вспоминая речь, сказал старшему писарю, ехавшему вместе с ним в вагоне, служившим импровизированной канцелярией. Что ни говори, а в самом деле будет шикарно. Как он расписывал? День начнет клониться к вечеру, солнце со своими золотыми лучами скроется за горы, а на поле брани будут слышны последние вздохи умирающих, ржание упавших коней, стоны раненых героев, плач и причитание жителей, у которых над головой загорятся крыши. Мне нравится, когда люди становятся идиотами в квадрате. Ванек в знак согласия кивнул головой. Но это было чертовски трогательно. Это было красиво и поучительно, назидательно, сказал Швейк. Я все прекрасно запомнил, и когда вернусь с войны, буду рассказывать об этом у чаши. Господин Фельдкурат, когда нам это выкладывал, так разгорячился, что меня взял страх, как бы он ни поскользнулся да ни брякнулся на полевой алтарь, ведь он мог бы разбить себе башку одороносицу. Он привел нам замечательный пример из истории нашей армии, когда в ней еще служил Родецкий. Тогда над полем брани с вечерней зарей сливался огонь пылавших амбаров. Он будто все это видел своими собственными глазами. В тот же день обер Фельдкурат Ибл попал в Вену, и еще один маршевый батальон прослушал ту же поучительную историю, о которой вспоминал Швейк, и которая так сильно ему понравилась, что он с полным основанием окрестил ее идиотизмом в квадрате. Дорогие солдаты, — ораторствовал Фельдкурат Ибл, — представьте себе, сейчас сорок восьмой год, и только что победоносно окончилась битва у кустацы. Битва у кустацы? Кустаца — селение в Северной Италии. Здесь австрийцы под командованием фельдмаршала Родецкого 26 июля 1848 года разбили войска сардинского короля Карла Альберта, который после этого вынужден был очистить Ломбардию. После десятичасового упорного боя итальянский король Альберт был вынужден уступить залитое кровью поле брани фельдмаршалу Родецкому, нашему отцу-солдатам, который на 84 году своей жизни одержал столь блестящую победу. И вот, дорогие мои солдаты, на горе перед покоренной кустацей маститый полководец останавливает коня. Его окружают преданные генералы. Серьезность момента овладевает всеми, ибо солдаты неподалеку от фельдмаршала лежит воин, борющийся со смертью. Тяжело раненый на поле славы, с раздробленными членами, знаменосец Герт чувствует на себе взор фельдмаршала Родецкого. Превозмогая смертельную боль, доблестный знаменосец, холодеющий рукою, сжимает в восторге свою золотую медаль. При виде благородного фельдмаршала снова забилось его сердце, а изувеченное тело воспрянуло к жизни. С нечеловеческим усилием умирающий попытался подползти к своему фельдмаршалу. — Не утруждай себя, мой доблестный воин! — воскликнул фельдмаршал, сошел с коня и протянул ему руку. — Увы, господин фельдмаршал, — вздохнул умирающий воин. — У меня обе руки перебиты. Прошу вас только об одном. Скажите мне правду. Победа за нами? — За нами, милый брат мой! — ласково ответил фельдмаршал. — Как жаль, что твоя радость омрачена ранением. — Да, высокочтимый вождь, со мною покончено! — слабеющим голосом вымолвил умирающий, приятно улыбаюсь. — Хочешь пить? — спросил Радецкий. — День был жаркий, господин фельдмаршал, свыше тридцати градусов жары. Тогда Радецкий взял у одного из своих адъютантов походную фляжку, подал ее умирающему. Последний одним большим глотком утолил свою жажду. — Да вознаградит вас Бог за это старицей! — воскликнул он, пытаясь поцеловать руку своему полководцу. — Давно ли служишь? — спросил последний. — Больше сорока лет, господин фельдмаршал. У Асперна я получил золотую медаль. Сражался и под Лейпцигом, получил пушечный крест. Асперн — деревня на левом берегу Дуная, где 21-22 мая 1809 года австрийцы одержали победу над Наполеоном. Сражался и под Лейпцигом, получил пушечный крест. В битве под Лейпцигом 16-19 октября 1813 года Наполеон потерпел поражение. Пушечный крест отливался из пушек, которые были захвачены в битве под Лейпцигом. Этим крестом награждались австрийские воины за участие в боях против Наполеона в 1813 году. Пять раз я был смертельно ранен, а теперь мне пришел конец. Но какое счастье! Какое блаженство, что я дожил до сегодняшнего дня! Что мне смерть, раз мы одержали победу, и императору возвращены его земли! В этот момент дорогие солдаты со стороны лагеря донеслись величественные звуки нашего гимна «Храни нам, Боже, Государе!» Мощно и торжественно прозвучали они над полем сражения, и прощающийся с жизнью воин еще раз попытался подняться. — Да здравствует Австрия! — иступленно воскликнул он. — Да здравствует Австрия! Пусть и вечно звучит наш благородный гимн! Да здравствует наш полководец! Да здравствует армия! Умирающий еще раз склонился к правой руке фельдмаршала, облобызал ее и упал. Последний тихий вздох вырвался из его благородной груди. Полководец с непокрытой головой стоял перед трупом одного из лучших своих солдат. — Можно только позавидовать такой прекрасной кончине! — прочувствовано, — сказал фельдмаршал и закрыл лицо руками. — Милые воины, я желаю и вам всем дожить до такой прекрасной смерти! Вспоминая эту речь оберфельдкурата Ибла, Швейк имел полное право назвать его «Идиотом в квадрате». Затем Швейк поделился своими соображениями о приказах, зачитанных солдатом перед посадкой на поезд. Сначала их ознакомили с приказом по армии, подписанным Францем Иосифом, а затем им прочитали приказ главнокомандующего восточной армии эрцгерцога Иосифа Фердинанда. Оба приказа касались события, происшедшего 3 апреля 1915 года на Дукельском перевале, где два батальона 28-го полка вместе с офицерами под звуки полкового оркестра перешли на сторону русских. Оба приказа были зачитаны с дрожью в голосе и в переводе на чешский язык, гласили «Приказ по армии от 17 апреля 1915 года». При исполненной горечью повелеваю вычеркнуть императорский королевский 28-й пехотный полк из списков моих войск за трусость и измену. Приказываю отобрать у покрывшего себя бесчестием полка знамя и передать его в военный музей. Полк, который морально разложился уже на родине и который отправился на военных действий с тем, чтобы осуществить свои предательские намерения, отныне перестает существовать. Франц Иосиф I. Приказ эрцгерцога Иосифа Фердинанда Чешские воинские части не оправдали нашего доверия, особенно в последних боях. Чаще всего они не оправдывали доверия при обороне позиций. В течение продолжительного времени они находились в окопах, что постоянно использовал противник, вступая в связь с подлыми элементами этих воинских частей. При поддержке этих изменников атаки неприятеля направлялись обычно именно на те фронтовые части, в которых находилось много предателей. Часто неприятелю удавалось захватить нас врасплох, так сказать, без труда проникнуть на наши передовые позиции и захватить в плен большое число их защитников. Позор! Сто крат позор презренным изменникам и подлецам, которые дерзнули предать императора и империю и своими злодеяниями осквернили не только славные знамена нашей великой и мужественной армии, но и ту нацию, к которой они себя причисляют. Рано или поздно их настигнет пуля или петля палача. Долг каждого чешского солдата, сохранившего честь, сообщить командиру о таком мерзавце, подстрекателе и предателе. Кто этого не сделает, сам предатель и негодяй. Этот приказ — зачитать всем солдатам чешских полков. Императорский королевский двадцать восьмой полк приказом нашего монарха уже вычеркнут из рядов армии, и все захваченные в плен перебежчики из этого полка заплатят кровью за свои тяжкие преступления. Эрц-герцог Иосиф Фердинанд. — Да, поздновато нам его прочитали, — сказал Швейк-Ванеку. — Меня очень удивляет, что нам зачитали это только теперь, а государь-император издал приказ семнадцатого апреля. — Похоже, по каким-то соображениям нам не хотели немедленно прочитать приказ. Будь я государем-императором, я не позволил бы задерживать свои приказы. Ну, если я издаю приказ семнадцатого апреля, так хоть тресни, но прочитай его во всех полках семнадцатого апреля. Напротив Ванека в другом конце вагона сидел повар-оккультист из офицерской столовой и что-то писал. Позади него сидели денщик поручика Лукаша, бородатый великан Балун и телефонист Ходаунский, прикомандированный к одиннадцатой маршевой роте. Балун жевал ломоть солдатского хлеба и в паническом страхе объяснял телефонисту Ходаунскому, что не его вина, если в такой толкотне при посадке он не смог пробраться в штабной вагон к своему поручику. Ходаунский пугал Балуна. Теперь, мол, шутить не будут, и за это его ждет пуля. Пора бы уж положить конец этим мучениям, плакался Балуна. Как-то раз на маневрах под вотицами со мной это чуть было не случилось. Пропадали мы там от голода и жажды, и когда к нам приехал батальонный адъютант, я крикнул «Воды и хлеба!» Так вот этот самый адъютант повернул в мою сторону коня и говорит, что в военное время он приказал бы расстрелять меня перед строем. Но сейчас мирное время, поэтому он велит только посадить меня в гарнизонную тюрьму. Но мне тогда здорово повезло. По дороге в штаб, куда он направился с донесением, конь понес, адъютант упал и, слава богу, сломал себе шею. Балуна тяжело вздохнул, поперхнулся куском хлеба, закашлялся и, когда отдышался, жадно посмотрел на вверенные ему саквояжи поручика Лукаша. — Господа офицеры, — произнес он меланхолически, — получили печеночные консервы и венгерскую колбасу. Вот такой кусочек! При этом он с вожделением смотрел на саквояжи своего поручика, словно забытый всеми пес. Терзаемый волчьим голодом, сидит этот пес у дверей колбасной и вдыхает пары варящихся окороков. — Было бы не вредно, — заметил Ходуунский, — если бы нас встретили где-нибудь хорошим обедом. Вот когда мы в начале войны ехали в Сербию, мы прямо-таки обжирались на каждой станции, так здорово нас повсюду угощали. С гусиных ножек мы снимали лучшие кусочки, мясо, потом делали из них шашки и играли в волки и овцы на плитках шоколада. В Хорватии в Осиике двое из Союза ветеранов принесли нам в вагон большой котел тушеных зайцев. Ну, тут уж мы не выдержали и вылили им все это на головы. В пути мы ничего не делали, только блевали. Капрал-матый-ка так облопался, что нам пришлось положить ему поперек живота доску и прыгать на ней, ну, как это делают, когда уминают капусту. Только тогда бедняге полегчало. Из него поперло и сверху, и снизу. А когда мы проезжали Венгрию, на каждой станции нам в вагоны швыряли жареных кур. Мы съедали только мозги. В Капошваре мадьяры бросали в вагоны целые туши жареных свиней, и одному нашему так угодили свиной головой по черепу, что тот потом с ремнем гонялся за благодетелем по всем запасным путям. Правда, в Боснии нам даже воды не давали. Но зато до Боснии водки разных сортов было хоть отбавляй. А вина море разливанное, несмотря на то, что спиртные напитки были запрещены. Помню, на одной станции какие-то дамочки и барышни угощали нас пивом, а мы им в жбан помочились. Как они шарахнутся от вагона! Всю дорогу мы были точно очумелые, а я не мог различить даже тарифового туза. И вдруг ни с того ни с сего команда вылезать. Мы даже партию не успели доиграть, вылезли из вагонов. Какой-то капрал, фамилию не помню, кричал своим людям, чтобы они пели «Мы покажем этим сербам, что австрийцы победят». Но сзади кто-то нападал ему так, что он перелетел через рельсы. Потом опять команда «Винтовки в козлы». Поезд моментально повернул и порожняком ушел обратно. Ну, конечно, как всегда, во время паники бывает, увезли и наш провиант на два дня. И тут же вблизи, ну как вот отсюда до тех вон деревьев, начала рваться шарапнель. С другого конца приехал командир батальона и созвал всех офицеров на совещание, а потом пришел обер-лейтенант Мацак, чех на все сто, хотя и говорил только по-немецки, и рассказывает, а сам Белый как мел, что дальше ехать нельзя. Железнодорожный путь взорван, сербы ночью переправились через реку и сейчас находятся на левом фланге, но от нас еще далеко. Мы где получим подкрепления и разобьем их в пух и прах. В случае чего никто не должен сдаваться в плен. Сербы, мыл, отрезают пленникам уши, носы и выкалывают глаза. Так что неподалеку рвется шарапнель. Не следует принимать во внимание, это где наша артиллерия пристреливается. Вдруг где-то за горой раздалось та-та-та-та-та-та-та. Ну, это якобы пристреливались наши пулеметы. Потом слева загрохотала канонада. Мы услышали ее впервые и залегли. Через нас перелетело несколько гранат. Ими был зажжен вокзал. С правой стороны засвистели пули, а вдали послышались залпы и щелканье затворов. Обер-лейтенант приказал разобрать стоявшие в козлах ружья и зарядить их. Дежурный подошел к нему и доложил, что выполнить приказ никак нельзя, так как у нас совершенно нет боеприпасов. Ведь обер-лейтенант прекрасно знает, что мы должны получить боеприпасы на следующем этапе перед самыми позициями. Поезд с боеприпасами ехал впереди нас и, вероятно, уже попал в руки к сербам. Обер-лейтенант Мацак на миг оцепенел, а потом отдал приказ, сам не зная зачем, просто так, лишь бы что-нибудь делать. Так мы довольно долго стояли в боевой готовности, потом опять поползли по шпалам, потому что в небе заметили чей-то аэроплан, и унтер-офицеры заорали «Всем укрыться! Укрыться!» Вскоре выяснилось, что аэроплан был наш, и его по ошибке сбила наша артиллерия. Мы опять встали, и никаких приказов. Стоим вольно. Вдруг видим, летит к нам кавалерист. Еще издалека он прокричал «Где командование батальона?» Командир батальона выехал навстречу всаднику, кавалерист подал ему какой-то листок и поскакал дальше. Командир батальона прочел по дороге полученную бумагу и вдруг словно с ума спятил. Обнажил саблю и полетел к нам. «Все назад! Все назад!» — заорал он на офицеров. «Направление на ложбину! По одному!» А тут и началось. Со всех сторон будто только этого и ждали. Начали по нас палить. Слева от полотна находилось кукурузное поле. Вот где был ад. Мы на четвереньках поползли к долине. Рюкзаки побросали на тех проклятых шпалах. Обер-лейтенанта Мацека стукнуло по голове. Он и рта не успел раскрыть. Прежде чем укрыться в долине, мы многих потеряли убитыми и ранеными. Оставили мы их и бежали без оглядки, пока не стемнело. Весь край еще до нашего прихода был начисто разорен нашими солдатами. Единственное, что мы увидели, — это разграбленный обоз. Наконец добрались мы до станции, где нас ожидал новый приказ — сесть в поезд и ехать обратно к штабу, чего мы и не могли выполнить, так как весь штаб днем раньше попал в плен. Об этом нам было известно еще утром. И остались мы вроде как сироты, никто нас и знать не хотел. Присоединили наш отряд к 73-му полку, чтобы легче было отступать. Это мы проделали с величайшей радостью. Но чтобы догнать 73-й полк, нам пришлось целый день маршировать. Никто его уже не слушал. Швейк с Ванеком играли в долгий марияж. Повар-оккультист из офицерской кухни продолжал подробное письмо своей супруге, которая в его отсутствие начала издавать новый теософский журнал. Балуон дремал на лавке, и телефонисту Ходоонскому не оставалось ничего другого, как повторять. Да, этого я не забуду. Он поднялся и пошел подглядывать в чужие карты. — Ты бы мне хоть трубку разжег, — дружески обратился Швейк к Ходоонскому, если уж поднялся, чтоб подглядывать в чужие карты. Долгий марияж — вещь серьезная. Серьезнее, чем вся война и ваша проклятая авантюра на сербской границе. И я тут такую глупость выкинул, так и дал бы себе по морде. Не подождал с королем, а ко мне как раз пришел валет. Ну и балбес же я. Между тем повар-оккультист закончил письмо и стал перечитывать его, явно довольный тем, как он тонко все сочинил, ловко обойдя военную цензуру. — Дорогая жена, когда ты получишь это письмо, я уже несколько дней пробуду в поезде, потому что мы уезжаем на фронт. Меня это не слишком радует, так как в поезде придется бить баклуши, и я не смогу быть полезным, поскольку в нашей офицерской кухне не готовят, а питание мы получаем на станциях. С каким удовольствием я по дороге через Венгрию приготовил бы господам офицерам сегединский гуляш? Сегединский гуляш, тушеная свинина или баранина с острыми приправами и кислой капустой. Но все мои надежды рухнули. Может, когда мы приедем в Галицию, мне представится возможность приготовить настоящую галицийскую шоулю, тушеного гуся с перловой кашей или рисом. Поверь, дорогая Геленка, я всей душой стремлюсь, по мере сил и возможностей, скрасить господам офицерам жизнь полную забот и напряженного труда. Меня откомандировали из полка в маршевый батальон, о чем я уже давно мечтал, стремясь всею душою даже на очень скромные средства поднять офицерскую полевую кухню на должную высоту. Вспомни, дорогая Геленка, как ты, когда меня призвали, желала мне от всей души попасть к хорошему начальству. Твое пожелание исполнилось. Мне не только не приходится жаловаться, но наоборот. Все, господа офицеры, наши лучшие друзья, а по отношению ко мне отцы родные. При первой же возможности я сообщу тебе номер нашей полевой почты. Это письмо явилось следствием того, что повар-оккультист вконец разозлил полковника Шредера, который до сих пор ему покровительствовал. На прощальном ужине офицеров маршевого батальона по несчастной случайности на долю полковника опять не хватило порции рулета из телячьих почек, и отец родной отправил сынка с маршевым батальоном на фронт, верив в полковую офицерскую кухню какому-то несчастному учителю из школы слепых на Кларове. Повар-оккультист еще раз пробежал написанное. Письмо показалось ему достаточно дипломатичным для того, чтобы помочь хоть некоторое время удержаться подальше от поля боя, так как что там ни говори, а даже на самом фронте должность повара есть своего рода дезертирство. Правда, до призыва на военную службу он, как редактор и издатель оккультного научного журнала о загробном мире, написал большую статью о том, что никто не должен бояться смерти, и статью о переселении душ. Теперь он подошел к швейку Иванеку и начал подглядывать к ним в карты. В этот момент оба игрока забыли и думать о чинопочитании. Они играли в марияж уже не вдвоем, а втроем вместе с Ходоунским. Ординарец Швейк распекал старшего писаря Иванека. — Просто удивительно, как вы ухитряетесь так глупо играть. Ведь вы же видите, что он играет на ренонсах, что у меня нет бубен. И все-таки, как неразумная скотина, вместо восьмерки идете трифовым валетом, и этот балбес выигрывает. — Подумаешь, сколько крику из-за одной проигранной взятки! — послышался вежливо, и ответ старшего писаря. — Вы сами играете, как идиот. Из пальца, что ли, я вам высосу бубновую восьмерку, когда у меня на руках совсем нет бубен, а только крупные пики и трефы. Эх вы, бардачный заседатель! — Тогда вам надо было, умная вы голова, играть без козырей! — с улыбкой присоветовал Швейк. Точь в точь такое случилось как-то раз в винном погребе у Вальшев. Там тоже один дуралей имел на руках козыри, но не пользовался ими, а все время откладывал самые маленькие карты в прикуп и пасовал. А какие были карты! Всех мастей! Самые крупные! И так же, как теперь, если бы вы играли без козырей, я не имел бы никакой выгоды. Так и в тот вечер ни мне, ни кому другому это не было выгодно. Шло бы все это кругом, а мы платили бы да платили. Да я, в конце концов, не выдержал и говорю, господин Геральт, будьте любезны, не валяйте дурака, играйте без козырей. Ну, а он на меня как набросится, имею, мол, право играть, как хочу, а вы должны держать язык за зубами, ядья с университетским образованием. Но это ему дорого обошлось. Хозяин трактира был знакомый, официантка относилась к нам более чем ласково, а патрулю мы разъяснили, и все было в наилучшем порядке. Прежде всего, это хулиганство нарушать ночную тишину и звать патруль, только потому что ты, поскользнувшись у трактира, упал, проехался по льду носом и в кровь его расквасил. Кроме того, мы и пальцем не тронули этого господина, когда он шулерничал в марьяже. Ну, а когда его разоблачили, он удирал так быстро, что трахнулся со всего размаху. Хозяин трактира и официантка подтвердили, что мы действительно вели себя чрезвычайно джентльменски, а он ничего лучшего не заслужил. Сидел с семи часов вечера до полночи всего за одной единственной кружкой пива да стаканом содовой воды и корчил из себя бог весть кого, потому только, что он профессор университета, а в марьяже понимал, как свинья в апельсине. — Ну, кому теперь сдавать? — Теперь сыграем в прикупного, — предложил повар-оккультист. — По десять геллеров и по два. — Лучше расскажите нам, — предложил старший писарь Ванек, — о переселении душ, как это вы рассказывали барышне в кантине, когда разбили себе нос. — О переселении душ я уже слыхал, — отозвался Швейк. Как-то несколько лет тому назад я решил, чтобы не отстать от других, заняться, простите за выражение, самообразованием, и пошел в читальный зал Пражского промышленного общества. Но поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться самообразованием я не смог. В читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришел красть шубы. Тогда я надел праздничный костюм и пошел в библиотеку музея. Библиотека музея — библиотека национального музея, одна из лучших в Праге. Там мы с товарищем получили книжку о переселении душ. В этой книжке я читал, что один индийский император после смерти превратился в свинью. А когда эту свинью закололи, он превратился в обезьяну. Из обезьяны в барсука, из барсука в министра. На военной службе я убедился, что в этом есть доля правды. Ведь всякий, у кого на Ипполетах хоть одна звездочка, обзывает солдат либо морской свиньей, либо другим каким звериным именем. Поэтому можно предположить, что тысячу лет тому назад эти простые солдаты были знаменитыми полководцами. А в военное время такое переселение душ — глупейшая вещь. Черт знает, каких только метаморфоз не произойдет с человеком, пока не станет, скажем, телефонистом он, поваром или пехотинцем. И вдруг он убит гранатой, а его душа вселяется в какую-нибудь артиллерийскую лошадь. Но вот в батарею, когда она занимает высоту, опять попадает снаряд и разносит на куски лошадь, в которую воплотилась душа покойника. Теперь эта душа мигом переселяется в обозную корову, из которой готовят гуляш для всей воинской части, а из коровы, ну, скажем, в телефониста. А из телефониста... — Удивляюсь, — прервал швейка, явно задетый телефонист Ходуонский. — Почему именно я должен быть мишенью для идиотских острот? Ходуонский, который содержит частное сыскное бюро с фирменной маркой «Око», как у святой Троицы, и не родственник ваш? — невинно спросил швейк. «Око, как у святой Троицы». Марка частного соскного бюро Ходуонского изображала большой черный глаз в треугольнике, а от глаза исходили лучи. Эта марка была копией католической эмблемы святого духа в божественной Троице. «Очень люблю частных сыщиков. Несколько лет тому назад я отбывал воинскую повинность вместе с одним частным сыщиком по фамилии Штендлер. Голова у него напоминала еловую шишку, и наш фельдфебель любил повторять, что за двадцать лет службы он видел много шишкообразных военных голов, но такой еловой шишки даже представить себе не мог. «Послушайте, Штендлер», — говорил он ему, — «если бы в нынешнем году не было маневров, ваша шишковидная голова даже для военной службы не пригодилась бы». «Ну, а теперь по вашей шишке будет, по крайней мере, пристреливаться артиллерия, когда мы придем в такую местность, где не найдем лучшего ориентира». Ну и натерпелся же бедняга от него. Иногда во время похода вышлет его фельдфебель на пятьсот шагов вперед, а потом командует «Направление голова-шишка». Этому самому Штендлеру и как частному сыщику страшно не везло. Бывало, он частенько рассказывал, сидя в кантине, сколько пришлось претерпеть ему на этой службе. Получает он, например, задание — выследить супругу одного клиента. Прибегает такой клиент, сам не свой, в их контору и дает поручение разузнать, не снюхалась ли его супруга с другим. А если снюхалась, то с кем снюхалась, где и как снюхалась. Ну или же наоборот. Эткая ревнивая баба захочет выследить, с кем шляется ее муж, чтобы иметь основания почаще устраивать дома скандалы. Штендлер был человек образованный, говорил о нарушении супружеской верности в самых деликатных выражениях и, бывало, чуть не плакал, рассказывая нам, как от него требовали, чтобы он застиг ее или его на месте преступления. Ну, другой бы, скажем, обрадовался, если бы застал такую парочку на месте преступления и только глаза бы пялил. А Штендлер, по его словам, в таких случаях сам терялся. Он всегда изысканно выражался и говорил, что смотреть на все эти похабные гнусности у него нет больше сил. Бывало, у нас слюнки текут, как у собаки, мимо которой пронесли вареную ветчину, ну, при его рассказах о позах, в каких он заставал в разной парочке. Когда нас оставляли без отпуска в казарме, он нам все это очень тонко описывал. В таком положении, говорит, я видел пани такую-то с паном таким-то. И сообщал их адреса. И был очень грустный при этом. А сколько пощечин я получил с той и другой стороны! Но больше всего меня угнетало, что я брал взятки. Одну взятку до самой смерти не забуду. Он голый, и она голая. В отеле. И не заперлись на крючок. Вот дураки. На диване они не поместились, потому что оба были толстые. Они резвились на ковре, словно котята. А ковер такой замызганный, пыльный, весь в окурках. Когда я вошел, оба вскочили. Он встал передо мной, руку держит фиговым листком. Она же повернулась ко мне спиной. На коже ясно отпечатался рисунок ковра, а к хребту прилип окурок. Извините, говорю, пан Зэмек. Я частный детектив Штендлер из бюро Ходонского, и мой служебный долг — поймать вас на месте преступления, согласно заявке вашей уважаемой супруги. Дама, с которой вы находитесь в недозволенной связи, есть пани Гротова. Во всю свою жизнь я не видел более спокойного гражданина. — Разрешите, — сказал он, как ни в чем не бывало, — я оденусь. Во всем единственно виновата моя супруга, которая своей необоснованной ревностью вынуждает меня вступать в недозволенную связь и, побуждаемая необоснованным подозрением, оскорбляет меня как супруга упреками и отвратительным недоверием. Ну, если, однако, не остается никакого сомнения и позора уже не скрыть, где мои кальсоны? — спросил он. — На постели. Надевая кальсоны, он продолжал. — Ну, если уж позор скрыть невозможно, остается одно — развод. Но этим пятно позора не смоешь. — Вообще развод — вещь серьезная, — рассуждал он, одеваясь. — Самое лучшее, если моя супруга вооружится терпением и не даст повода для публичного скандала. Впрочем, делайте, что хотите. Я вас оставляю здесь, наедине с этой госпожой. Паня Игротова между тем забралась в постель. Пан Зэмек пожал мне руку и вышел. — Я уже не помню хорошенько, как нам дальше рассказывал пан Штендлер, что он потом ей говорил. Только он весьма интеллигентно беседовал с этой дамой в постели. Очень культурно рассуждал, например, что брак вовсе не установлен для того, чтобы каждого вести прямо к счастью и что долг каждого из супругов побороть, похоть, а также очистить и одухотворить свою плоть. При этом я, — рассказывал Штендлер, — начал раздеваться и, когда разделся, одурел и стал диким, словно олень в период случки. В комнату вошел мой хороший знакомый Штах, тоже частный детектив из конкурировавшего с нами бюро Штерна, куда обратился пан Грот за помощью относительно своей жены, которая якобы была с кем-то в связи. Этот Штах сказал только, — Ага, пан Штендлер на месте преступления с паней Гротовой. Поздравляю. Закрыл тихо дверь и ушел. — Теперь уж все равно, — сказала паней Гротова, — нечего спешить одеваться. Рядом со мною достаточно мест. — У меня, милостивая государиня, действительно речь идет о месте, — ответил я, сам не понимая, что говорю. Но помню только, я рассуждал о том, что если между супругами идут раздоры, то от этого страдает, между прочим, и воспитание детей. Далее он нам рассказал, как он быстро оделся, как вовсю удирал и как решил обо всем немедленно сообщить своему хозяину, пану Ходонскому. По дороге он зашел подкрепиться, а когда пришел в контору, на нем уже был поставлен крест. Там уже успел побывать штах, которому его хозяин приказал нанести удар Ходонскому и показать ему, что представляет собою сотрудник его частного сыскного бюро. А Ходонский не придумал ничего лучшего, как немедленно послать за женой пана Штендлера, чтобы она сама с ним расправилась, как полагается расправиться с человеком, которого посылают по служебным делам, а сотрудник конкурирующего учреждения застает его на месте преступления. С той самой поры, — говорил пан Штендлер, когда об этом заходила речь, — моя башка стала еще больше походить на еловую шишку. — Так будем играть в пять-десять. Игра продолжалась. Поезд остановился на станции Мошон. Был уже вечер. Из вагона никого не выпустили. Когда поезд тронулся, в одном вагоне раздалось громкое пение. Певец словно хотел заглушить стук колес. Какой-то солдат с Кашперских гор, охваченный религиозным экстазом, диким ревом воспевал тихую ночь, которая спускалась на венгерские долины. — Спи, усни, спи, усни, очи сонные сомкни, луч погас на небе алый. Засыпай же, люд усталый, и до утра отдохни, спи, усни, спи, усни. — Заткнись ты, несчастный, — прервал кто-то сентиментального певца, который сразу же умолк. Его оттащили от окна. Но люд усталый не отдыхал до утра. Как во всем поезде при свечах, так и здесь при свете маленькой керосиновой лампы, висевшей на стенке, продолжали играть в чапоре. Швейк всякий раз, когда кто-нибудь проигрывал при раздаче козырей, возвещал, что это самая справедливая игра, так как каждый может выменять себе столько карт, сколько захочет. — Когда играешь в прикупного, — утверждал Швейк, — можешь брать только туза или семерку. Но потом тебе остается только пасовать. Остальные карты брать нельзя. Если же берешь, то на свой риск. — Сыграем в здоровице, — предложил Ваник под общий одобритный гул. — Семерка червей, — провозгласил Швейк, снимая карту. — С каждого по десяти геллеров сдается по четыре карты. — Ставьте. — Постараемся выиграть. На лицах всех присутствовавших выражалось такое довольство. Точно не было никакой войны, не было поезда, который вез солдат на передовые позиции, на кровавые битвы и резню, а сидят они в одном из пражских кафе за игорными столиками. — Когда я начал играть, не имея на руках ничего, и переменил все четыре карты, я не думал, что получу туза, — сказал Швейк после одной партии. — Ну куда вы прете с королем? — Бью короля тузом. В то время как здесь короля били тузом, далеко на фронте короли били друг друга своими подданными. В штабном вагоне, где разместились офицеры маршевого батальона, с начала поездки царила странная тишина. Большинство офицеров углубилось в чтение небольшой книжки в полотняном переплете о заглавленной «Грехи отцов» — роман Людвига Гонгофера. Все одновременно сосредоточенно изучали страницу 161-ю. Командир батальона капитан Сагнер стоял у окна и держал в руке ту же книжку, открытую на той же 161-й странице. Он смотрел на пейзаж, открывавшийся перед ним, и размышлял о том, как, собственно, вразумительно объяснить, что с этой книгой надлежит делать. Все это было строго конфиденциально. Офицеры, между тем, пришли к заключению, что полковник Шреддер совершенно спятил. Он уже давно был малость не в себе, но все же трудно было ожидать, что он так сразу свихнется. Перед отправкой поезда он приказал всем офицерам собраться на последнее совещание, во время которого сообщил, что каждый должен получить по экземпляру книги «Грехи отцов» Людвига Гонгофера. Книги эти он приказал принести в канцелярию батальона. — Господа, — произнес он чрезвычайно таинственно, — никогда не забывайте страницу 161-ю. Внимательно прочитав эту страницу, офицеры ничего не поняли. На 161-й странице какая-то Марта подошла к письменному столу, взяла оттуда какую-то роль и громогласно высказала мысль, что публика должна сочувствовать страданиям героя пьесы. Потом на той же странице появился некий Альберт, который без устали острил, но так как остроты относились к предыдущим событиям, они казались такой ерундой, что поручик Лукаш со злости перекусил манштук. — Совсем спятил старикашка, — решили все. — Теперь кончено. Теперь его переведут в военное министерство. Обдумав все как следует, капитан Сагнер отошел от окна. Большим педагогическим талантом он не обладал, поэтому у него много времени ушло на то, чтобы составить в голове план лекции о значении страницы 161-й. Прежде чем начать свою речь, он обратился к офицерам со словами «Господа!» Как это делал дед-полковник, хотя раньше, перед отправкой, все они были для него товарищи. «Итак, господа...» И Сагнер принялся читать лекцию о том, что вчера вечером он получил от полковника инструкцию касательно страницы 161-й в книге «Грехи отцов» Людвига Гонгофера. «Итак, господа, — продолжал он торжественно, — перед нами совершенно секретная информация, касающаяся новой системы шифровки полевых депеш. Кадет Биглер вытащил записную книжку и карандаш и голосом, выражавшим необычайное усердие и заинтересованность, произнес «Я готов, господин капитан». Все взглянули на этого глупца, усердие которого в школе вольно определяющихся граничило с идиотизмом. Он добровольно пошел на войну, и при первом удобном случае, когда начальник школы вольно определяющихся знакомился с семейным положением своих учеников, объявил, что его предки писались в прошлом «Бюглев фон Лейтгольд», и что на их гербе было изображено крыло аиста с рыбьим хвостом. С этого времени кадета прозвали «крыло аиста с рыбьим хвостом». Биглера сразу не взлюбили и жестоко над ним издевались, тем более что герб совсем не соответствовал солидной фирме его отца, торговавшего зайчими и кроличьими шкурками. Не помогало и то, что этот романтический энтузиаст честно и усердно стремился поглотить всю военную науку, отличался прилежанием и знал не только то, чему его учили. Чем дальше, тем больше он забивал себе голову изучением трудов по военному искусству и истории войн. Он всегда заводил разговор на эти темы, пока его не обрывали и не ставили на свое место. В кругу офицеров он считал себя равным высшим чинам. — Вы — кадет, — сказал капитан Сагнер. — Покуда я не разрешу вам говорить, извольте молчать. — Вас не спрашивают? — Нечего сказать, умный солдат. — Я сообщаю совершенно секретную информацию, а вы записываете в записную книжку. В случае ее потери вас ждет военно-полевой суд. Помимо всего прочего, у кадета Биглера была скверная привычка оправдываться. Он старался убедить каждого, что у него только благие намерения. — Осмелюсь доложить, господин капитан, — ответил он, — даже в случае потери записной книжки никто не сможет расшифровать, что там написано, так как я стенографирую, и мои сокращения прочесть никто не сумеет. — Я пользуюсь английской системой стенографии. Все посмотрели на него с презрением. Капитан Сагнер махнул рукой и продолжал свою лекцию. — Я уже упоминал о новом способе шифровки полевых донесений. Вам, вероятно, казалось непонятным, почему полковник рекомендует читать именно 161-ю страницу романа Людвига Гангофера «Грехи отцов». Это, господа, ключ к новой шифровальной системе, введенной согласно новому распоряжению штаба армейского корпуса, к которому мы прикомандированы. Как вам известно, имеется много способов шифровки важных сообщений в полевых условиях. Самый новый метод, которым мы пользуемся, — это дополнительный цифровой метод. Тем самым отпадают врученный вам на прошлой неделе штабом полка шифр и ключ к нему. — Система эрцгерцога Альбрехта, заимствованная из Гронфельда 8922-Р, — проворчал себе под нос дотошный кадет Биклер. — Новая система необычайно проста, — разносился по вагону голос капитана. — Я лично получил от господина полковника второй том и ключ. Если нам, например, должны будут передать приказ на высоте 228 направить пулеметный огонь влево, то мы, господа, получим следующую депешу. — Вещь с нами — это мы. — Посмотреть в это — обещали — это Марта. — Тебя — это боязливо. — Тогда мы — Марта. — Мы — этого мы. — Благодарность — блаженно. — Коллегия — конец. — Мы — обещали. — Мы — улучшили, обещали. — Действительно, думаю, идея — совершенно господствует. — Голос — последнее. — Это исключительно просто, без всяких излишних комбинаций. Из стаба по телефону в батальон, из батальона по телефону в роту. Командир, получив эту шифрованную депешу, расшифрует ее следующим способом. Берем грехи отцов, открываем страницу 161 и начинаем искать сверху на противоположной странице 160 слово «вещь». Пожалуйста, господа. В первый раз «вещь» встречается на странице 160 по порядку фраз 52-м словом. Тогда на противоположной 161-й странице ищем 52-ю букву сверху. Заметьте себе, что это «а». Следующее слово в депеше — это «с». На странице 160-й это седьмое слово, соответствующее седьмой букве, на странице 161-й букве «у». Потом идет «нами», то есть прошу следить за мной внимательно, 88-е слово, соответствующее 88-й букве, на противоположной 161-й странице. Это буква «ф». Так мы расшифровали «ауф». Итак, продолжаем, пока не расшифруем приказа. На высоте 228 направить пулеметный огонь влево. Очень остроумно, господа. Просто и нет никакой возможности расшифровать без ключа 161-й страницы. «Грехи отцов» Людвига Гангофера. Все молча посмотрели на злосчастные страницы и задумались. На минуту воцарилась тишина. И вдруг кадет Биглер озабоченно вскрикнул. «Господин капитан! Осмелюсь доложить! Иисус Мария! Не получается!» И действительно, все было очень загадочно. Сколько, господа офицеры, не силились, сколько не старались, никто, кроме капитана Сагнера, не нашел на странице 160-й названных слов, а на противоположной 161-й странице, которой начинался ключ, соответствующих этому ключу букв. «Господа!» — неловко засмеялся капитан Сагнер, убедившись, что кадет Биглер прав. «В чем дело?» «В моем грехе отцов Гонгофера все это и есть, а в вашем нет». «С вашего разрешения, капитан!» — отозвался опять кадет Биглер. «Позволю себе обратить ваше внимание на то, что роман Людвига Гонгофера в двух томах. Соблаговолите убедиться. На первой странице написано «Роман в двух томах». «У нас первый том, а у вас второй», — развил свою мысль дотошный кадет. «Поэтому ясно как день, что наши 160-е и 161-е страницы не совпадают с вашими. У нас совершенно иной текст. Первое слово депеши у вас должно было получиться «вещь», а у нас выходит совершенно другое». Теперь все обнаружили, что Биглер не так уж глуп. «Я получил второй том в штабе бригады», — сказал капитан Сагнер. «По-видимому, произошла ошибка. Полковник заказал для вас первый том». «Очевидно», — продолжал он таким тоном, словно для него все было ясно, и просто еще задолго до лекции о чрезвычайно удобном способе шифровки в штабе бригады перепутали. В полк не сообщили, что дело касается второго тома, ну и вот результат. Когда Биглер обвел всех торжествующим взглядом, подпоручик Дуб шепнул поручику Лукашу, что крыло аиста с рыбьим хвостом здорово утерло нос капитану Сагнеру. «В странный случай, господа», — снова начал капитан Сагнер, желая завязать разговор и рассеять удручающее молчание. «В канцелярии бригады сидят ограниченные люди». «Позволю себе подчеркнуть», — перебил его неутомимый кадет Биглер, которому снова захотелось похвастаться своим умом, — «подобные вещи секретного, строго секретного характера не должны были идти из дивизии через канцелярию бригады. Дела армейского корпуса, являющиеся секретными, сугубо секретными, должны передаваться сугубо секретным циркуляром, только командиром частей, дивизий и бригады. Мне известны системы шифров, которыми пользовались во время войн за Сардинию и Савою, во время англо-французской осады Севастополя, во время боксерского восстания в Китае и во время последней русско-японской войны». Во время войн за Сардинию и Савою, во время боксерского восстания в Китае, речь идет о войнах за Сардинию и Савою в 1848-1849, а также в 1859-1861 годах. «Боксерское восстание в Китае, антиимпериалистическое восстание, 1899-1901 годы, жестоко подавленное объединенными силами восьми держав». «Системы эти передавались? Да плевать нам на это, кадет Биглер!» С выражением презрения и неудовольствия прервал его капитан Сагнер. «Несомненно, одно, система, о которой шла речь и которую я вам объяснил, является не только одной из лучших, но, можно сказать, одной из самых непостигаемых. Все отделы контрразведки вражеских штабов теперь могут заткнуться. Они скорее лопнут, чем разгадают наш шифр. Это нечто совершенно новое. Подобных шифров еще никогда не бывало». Дотошный кадет Биглер многозначительно кашлянул. «Позволю себе обратить ваше внимание, господин капитан», — сказал он, — «на книгу Керрикгофа о военной шифровке. Книгу эту каждый может заказать в издательстве военного научного словаря. Там подробно описывается, господин капитан, метод, который вы нам только что объяснили. Изобретателем этого метода является полковник Кирхнер, служивший при Наполеоне I в саксонских войсках. Это, господин капитан, метод Кирхнера, метод шифровки словами. Каждое слово депеши расшифровывается на противоположной странице ключа. Метод был усовершенствован поручиком Флейснером. В его книге «Руководство по военной тайнописи», которую каждый может купить в издательстве военной академии в Виннерной штате. «Пожалуйста, господин капитан». Кадет Биглер полез в чемоданчик и вынул оттуда книжку, о которой только что говорил. «Пожалуйста, извольте удостовериться. Флейснер приводит тот же самый пример, тот же самый пример, который мы все сейчас слышали. Депеша, ключ, извольте проследить дальше, шифр, точно слово в слово то самое, что мы слышали минуту назад». Возразить было нечего. Сопливое крыло аиста с рыбьим хвостом было абсолютно право. В штабе армии один из генералов облегчил себе работу, нашел книгу Флейснера о военных шифрах и дело с концом. Пока все это выяснялось, поручик Лукаш старался побороть необъяснимое душевное волнение. Он кусал себе губы, хотел что-то возразить и, наконец, сказал, но совсем не то, что намеревался сказать сначала. «Не следует все это воспринимать трагически», — произнес он в каком-то странном замешательстве. За время нашего пребывания в лагере у Брука на Лейте сменилось несколько систем шифровки Депеш. Пока мы приедем на фронт, появятся новые системы, но думаю, что там вовсе не останется времени на разгадывание подобной тайнописи. Прежде чем кто-нибудь из нас успеет расшифровать нужный пример, ни батальона, ни роты, ни бригады не будет и в помине. Практического значения это не имеет. Капитан Сагнар нехотя согласился. «Практически», — подтвердил он, — «по крайней мере, что касается моего опыта на сербском фронте, ни у кого не хватало времени на расшифровку. Но это не значит, конечно, что шифры не имеют значения во время продолжительного пребывания в окопах, когда мы там засели и ждем. Но что же касается частой смены шифров, это тоже верно». Капитан Сагнар одну за другой сдавал свои позиции. «Главная причина того, что теперь при передаче приказов из штаба на позиции все меньше и меньше пользуются шифрами, заключается в том, что наши полевые телефоны недостаточно совершенны и неясно передают, особенно во время артиллерийской канонады, отдельные слоги. Вы абсолютно ничего не слышите, и это вносит еще большую путаницу». «Замешательство — самое скверное, что может быть на фронте, господа», — пророчески изрек он и опять умолк. Через минуту снова заговорил капитан, глядя в окно. «Мы будем в рабе». «Господа, солдаты получат здесь по 150 граммов венгерской колбасы». «Устроим получасовой отдых». Он посмотрел на маршрут. «В 4.12 — отправление. В 3.58 — все по вагонам. Выходить из вагонов по ротам. Одиннадцатая и так далее. Походной колонной направление склад номер шесть. Контроль при выдаче ведет кадет Биглер». Все посмотрели на кадета Биглера, словно предупреждая «Придется тебе, молокосос, выдержать здоровый бой». Но старательный кадет достал из чемоданчика лист бумаги, линейку, разлиновал бумагу, разграфил лист по маршрум ротом и начал спрашивать офицеров о численном составе их рот. Однако ни один из командиров не знал этого толком. Они могли дать требуемые цифровые данные только приблизительно, пользуясь какими-то загадочными пометками в своих записных книжках. Капитан Сагнер с отчаяния принялся отчитать злополучную книгу «Грехи отцов». Когда поезд остановился на станции РАП, он захлопнул ее и заметил. Этот Людвиг Гонгофер неплохо пишет. Поручик Лукаш первый выпрыгнул из штабного вагона и направился к швейку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова